каковы ключевые отличия метода 360 градусов от других методов оценки компетенции первое обратная связь обязательный элемент метода в ассессмент центре обратная связь обязательный элемент метода обязательные вопрос насколько подробно если у нас цель assessman центра развитие персонала это уже не ассессмент центр от центр развития то там это подробная индивидуальная обратная связь если у нас с с мент центр это отбор внешних кандидатов на занимаемую должность то это короткая обратная связь может быть письменная но в любом случае сэссмен предполагает обратную связь потому что человек вложил очень много времени как минимум полдня для того чтобы пройти вашу процедуру. Большое количество респондентов. Ни в одном другом методе нет такого количества респондентов. Даже в ассессменте у тебя всегда один респондент, это тот, кого спрашивают, чего мне не спрашивают. В ассессменте один респондент в каждом упражнении. В каждом упражнении меня видит один респондент. Во всем ассессменте меня видят несколько наблюдателей, да, но в одном. А здесь много респондентная обратная связь. Это ключевое отличие метода, оно очень важное. Мы спрашиваем не просто мнение асессоров, которые пришли и ушли, а мы спрашиваем мнение тех людей, с которыми ты будешь и дальше работать. И это особенность этого метода, и сложность в том числе. Это метод относительно нестандартизируемый. То есть мы пытаемся его стандартизировать путем создания единого опросника, путем инструкции. Но мы никогда не проконтролируем, в каких условиях участники заполняют этот опросник. А условия заполнения влияют на результаты. Поэтому это не до конца стандартизируемый метод. Для каждого участника несколько респондентов, при этом они уникальны. В асессмент-центре у всех одинаковые асессоры. Там несколько асессоров, но они все одинаковые для всех участников оценки. В 360 респонденту для каждого участника, как правило, уникальны. Тот, с кем я работаю. Участники в этом методе могут сами выбирать себе респондентов. Скажите, кто-нибудь сталкивался в своих компаниях с таким подходом? Я, как участник оценки, сама имею право выбрать, кто будет меня оценивать. Руководители всегда против этого. Боятся, что сотрудники себе выберут своих друзей и подруг, которые, понятно, дадут ему хорошую обратную связь. У меня по поводу этого всегда один простой аргумент. Если наша основная цель, чтобы сотрудник изменил свое поведение, то значит он несет ответственность, мы на него возлагаем ответственность за его личное развитие. А раз это его ответственность, значит он имеет право получить обратную связь от тех людей, от которых она для него важна. Если мы даже в этой малости говорим, нет, мы сами выберем, ты не в состоянии определить, значит мы ответственность за его развитие возлагаем на себя. Безусловно, по поводу выбора участников. Мы можем сказать, допустим, что ты можешь выбрать любого, но обязательно, чтобы это были твои коллеги из этого отдела, из этого отдела обязательно кто-то из подчиненных и обязательно кто-то из вышестоящих боссов. А дальше вот ты сам выбирай, да, можем вот так ограничить, если мы хотим, чтобы он получил обратную связь от всех сторон, скажем так, организации. Самооценка ключевая часть метода. Не бывает метода 360 градусов без самооценки. Участник сам является респондентом. Мы, когда анализируем результаты, мы смотрим гэп, разрыв между тем, как я вижу себя и тем, как меня видят другие люди. И вот этот гэп является самым важным предметом рефлексии. А почему я себя считал таким, а оказалось-то вот люди-то вот как меня видят. Индивидуальная обратная связь – обязательная часть метода, и она требует фасилитации. Ну то есть не может давать индивидуальную обратную связь неподготовленный к этому человек. Потому что фасилитатор, который даёт индивидуальную обратную связь, он должен провести человека через очень важные этапы. Первое – принятие результатов оценки. Не будет принятия, не будет изменения поведения. В рефлексии – а почему мне поставили такие оценки? А что я делаю вот так, как я себя веду, потому что у меня такие оценки? И третий – а что мне со всем этим делать? Как дальше жить? Как сказала одна моя коллега. Как с этим жить? Вот. То есть нарисовать картинку и путь. Иногда 360 путают в социометрии. Когда мы выясняем предпочтения по двум элементам. Первое – предпочтения каждого работника в этом коллективе эмоциональные. Ну с кем мне приятнее общаться, грубо говоря. И второе – предпочтение рабочее. А с кем я больше всего взаимодействую по рабочим вопросам? Кто мне помогает, кому я даю информацию, от кого я получаю? Это тоже вроде бы опрос, но мы здесь строим именно модель предпочтений. Зачем мы это используем? Чтобы понять расклад сил в коллективе. Очень интересная методика. Например, последний раз, когда я использовала Сбербанки, по итогам этого через какое-то время был снят начальник одного большого управления, который руководил 800, у него в подчинении было 800 человек. Почему? А потому что он оказался никаким лидером, ни формальным, ни эмоциональным. К нему не обращались за помощью, он ни от кого не получал информацию, он никому его не передавал. Более того, с ним никто не хотел ходить на обед. А руководил всем зам. Все информационные потоки эмоциональные были к его заму, который, собственно, управлял всеми процессами. Ну, да, то есть 360 — это о другом, да? Это не предпочтение, это оценка поведения. Не применим для цели отбора. Первое. Если мы отбираем на другую должность, которую человек сейчас не занимает, значит, мы, окружающие его люди, не могут оценить его компетенции, потому что он в этой ситуации в рабочей не бывал еще. А если мы хотим оценить соответствие занимаемой должности, тоже смысла нет, потому что есть более простые методы. Оценка руководителя. Руководители для того и существуют, чтобы каждый день оценивать соответствие сотрудника занимаемой должности. и давать ему каждый день обратную связь. Наиболее схож этот метод с ассессмент-центр, потому что он основан на оценке компетенции, это многореспондентная тоже обратная связь. И мы тоже имитируем рабочую ситуацию. Только в 360 — это реальная рабочая ситуация, а в ассессменте — это имитационные упражнения. Подобно личностным опросникам, не существует правильных или неправильных ответов, то есть мы просто смотрим профиль личности, который в итоге получаем, да? Ну и ближе всего, по сути, к центрам развития. Центры развития — это другой этап развития ассессмент-центра, когда мы не просто в процессе ассессмента оцениваем людей, а мы даем им сразу же обратную связь и даем пары параллельных упражнений, в рамках которых они могут еще раз проиграть уже те компетенции, которые важны для компании, уже получив обратную связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова